Всем привет! В Роблокс Скайблоксе неделю назад вышло новое новое, и добавили все вот эти вот розы, и лейку не добавляли, нет. Добавили только розы, от 1 до 7. Все вот эти вот розы. И у многих просто вопрос, как их получить? Сегодня я вам расскажу всё про эти все розы, и давайте же приступим к началу для Fertile Rose. Так, вот тут у нас Fertile Rose, тут тоже Fertile Rose, и тут тоже Fertile Rose. Можно сказать, что они плодородные, я так и буду говорить во всем своем видео по факту, но их можно купить у Fulco. И Fulco будет приходить на ваш остров в 2 времени года. Привет! Это, если что, у нас цветочник. Он будет приходить к вам зимой и летом. Зимой он будет вам продавать белую розу. Летом он будет вам продавать либо красную, либо синюю. Ну, вы можете создать альт-аккаунт и там уже купить. У меня есть все розы, поэтому мне это сейчас не надо делать. Я, конечно же, создам попозже, чтобы сделать побольше роз. Но сейчас я не буду этого делать, потому что у меня слишком много дел. И теперь про кастомные розы. А именно, Mundane Rose, далее розовая роза, как бы это странно не звучало, и фиолетовая роза. Фиолетовая роза это самая редкая роза, как бы это ни казалось. Фиолетовая плодородная, да, она самая-самая редкая. И есть шанс получить плодородную розовую и плодородную фиолетовую, чтобы вы знали. Давайте сейчас перейдем к моему маленькому стенду, который я сделал. И у нас здесь все эти комбинации переведены в три категории. Да, вот эти вот Mundane Rose, далее розовые розы и фиолетовые розы. Я буду использовать схемы с двумя розами. То есть, например, вот такие вот схемы. Они будут называться схемы с двумя розами. Я не буду брать более сложные, потому что они, типа, более сложные. И у меня времени на это не было. Поэтому давайте приступим. Первая розовая, вторая фиолетовая и третья маленькие шансы, но может дать товар. И давайте прямо сейчас приступим с розовой, потому что это самая первая схема. Итак, для розовой нам пригодится одна белая плодородная роза и одна красная плодородная роза. Вы ставите их таким образом, и я должен взять леечку, потому что я не подготовился, я нубас. Так, вот так вот мы поливаем их, и теперь у нас должны вырасти розы. В конце видео я, конечно же, вам покажу результаты. Они очень хорошие, на самом деле. И следующее, это у нас тоже розовая категория. Для неё нам нужна синяя роза, а также красная роза. Вау, смотрите на это. Поливаем их, и у нас здесь тоже должна быть розовая роза. Маленькое примечание, то что в большинстве случаев у вас будут вот такие вот серые розы, просто бесцветные. Все цвета перемешались, и получилась такая вот каша-малаша. Поэтому они нам не нужны. Но я их оставлю, я их оставлю, потому что у меня такие предметы есть в инвесторе. И следующая категория, это у нас фиолетовые. Здесь у нас белая роза, и здесь у нас синяя роза. Кстати говоря, когда я говорю то, что это у нас такая категория, такая категория, такая категория, я имею в виду то, что работает лучше всего для... Я не говорю просто, что именно это будет, нет. Я говорю, это лучше всего работает для этого или это, эта схема. И давайте перейдём к следующим трём. Потому что они достаточно интересные. А именно маленькие шансы, но может быть, но может дать товар. И здесь у нас три схемы. И угадайте, какие? Правильно. Все вперемешку. То есть, первое, это полностью белое, второе, это полностью красное, у меня просто нету больше красных роз. И третье, это у нас полностью синий, у меня тоже нету больше синих роз. Вот такие вот схемы. Напишите мне они в комментариях, потому что мне очень важно знать. И давайте сейчас я уйду тогда в АФК на 10 минут, и вернусь уже, когда всё у нас вырастет. Итак, и прошло 10 минут. Ну что ж, у нас, вау, здесь у нас в разделе розовые выросло фиолетовое, окей. Здесь у нас, значит, одинаковые шансы. И здесь фиолетовая роза, я так сильно рад. Так, здесь розовая роза, как я и говорил. Здесь у нас ничего, ну да, здесь бывает ничего. И эти у нас не выросли. А сейчас я вам расскажу про АФК-способ фарма этих роз. Да, если вы досмотрели до этого момента, то вы получите самые-самые сочные, а именно АФК-способ получения этих роз. И давайте сейчас я сюда тогда поставлю табличку, и напишу здесь pink равно purple. Да, вот так вот, всё. Вот так вот у нас будет. Что нам надо сделать? Это нам надо поставить две розы где-то тут, и встать вот на вот этой вот клеточке. Всё. Теперь нам надо отступить два блока вот здесь, вот два блока, и поставить следующую комбинацию. Я буду ставить сюда розовую комбинацию, а сюда я поставлю фиолетовую комбинацию. Окей. И сюда я поставлю тоже розовую и фиолетовую. Дальше мы должны отступить ещё два блока от самого крайнего. И здесь я себе поставлю тоже фиолетовую, и здесь я поставлю себе розовую. Вот такая вот странная у нас дикая комбинация. Но теперь что нам надо сделать? Это нам нужны небольшие, просто маленькие цветы, которые будут у нас являться ролью болванок. Давайте просто возьмём тогда лилии какие-нибудь. У меня есть вот такие вот лилии. Нам они не имеют никакого значения, мы их просто ставим вокруг всех цветов. Они будут у нас такими маркерами, где мы должны, получается, нажимать букву F. И мы будем тогда понимать, бьём ли мы по розам, либо же нет. Так, вот мы выставили их, и мы должны встать вот на вот эту вот розе. Теперь нам нужна будет программа TinyTesk. Так, вот у нас эта программа, и вам надо нажать на Always on Top, Continuous Playback. Я это уже тысячу раз рассказывал. А также Custom Speed, то есть Set Custom Speed. Вы нажимаете здесь 4, да, это самая лучшая скорость, которая может быть. И нажать Play Custom Speed. Дальше Recording Hotkey. Я советую сделать F8, а Playback Hotkey Ctrl Shift Alt P. Вы можете делать это в несколько слоёв, что очень-очень интересно. Но я делаю такой вот простой вариант. Как вы хотите, это уже ваше желание. И давайте сейчас я быстренько переставлю лейку в один из самых первых слотов, чтобы это было удобнее всего. Так, теперь мы что делаем? Это наводим нашу мышку на вот эту вот крайнюю розу. Нажимаем F8. Достаем лейку. И кликаем только по розам. То есть по одному разу кликаем по розам. И спокойненько передвигаем мышку. Мы никуда не торопимся, потому что наша запись будет ускорена. Всё. Мы собрали эти розы. Теперь убираем нашу лейку. И просто собираем вот эти вот цветы. Не беспокоимся ни о чём. Просто их собираем спокойненько. А, стоп. Мы можем уже удерживать букву F. Но я не буду удерживать. Я советую вам нажимать. И это у нас займёт некоторое время. Но не переживайте. У нас розы растут по 10 минут. Так. И далее мы кликаем ещё. Так, так, так. Собираем все вот эти вот сочные цветы. Я не знаю, сочные ли они вообще. Так, теперь мы возвращаем нашу мышку в начальную позицию. И нажимаем на F8. Всё. Теперь, когда мы нажмём Ctrl-Shift-Alt-P. У нас начнётся тот же самый цикл. И более ускоренно, если вдруг я это спидранил. Смотрите на это. Дальше мы убираем мышку. И просто собираем все вот эти вот цветы, которые у нас здесь появятся. И если вдруг это видео было полезным, то нажмите лайк и подпишитесь на канал. Камон. Не знаю даже. Мне будет приятно. И с вами был я, Крикуб. Всем большое спасибо за просмотр. Всем пока. Также заходите в наш Discord-сервер. Субтитры сделал DimaTorzok